Добрый день! Это Клуб Спаскейп. Сегодня мы увидим обзор нового воркастера КРИКС. Это Lord Exgumator Scaveros. Модель была предоставлена нам любезно фирмой Privateer Press, поэтому можем провести обзор даже раньше, чем модель выходит в продажу официально. Здесь мы видим, что в наборе идут две стандартные карточки, как у любого воркастера. И теперь мы посмотрим на саму модель. Модель достаточно объемная, поскольку даже подставка идет такая же у стандартного маленького воркастера. Если мы возьмем тело, например, Lord, то здесь мы видим крепление для ног, где есть, для рук уже как бы немножко готовые вот такие штифты, и для головы, то вот можем увидеть сравнение со стандартным пехотинцем из вор машины. То есть это явно модель размером с маленького ворджека. Может быть даже немножко больше, если ее потом посмотреть уже в собранном состоянии за счет объема. Модель очень хорошо отлита. Надеюсь, это вам видно. То есть все детали очень хорошо сделаны. Здесь у него есть очень много деталей. Модель сразу же говорю, это достаточно такая сложная модель для сборки. Не то, что ее нельзя собрать, но просто надо немножко рассчитывать, потому что вот, у нее нет как бы уже готовых составляющих, готовых несущих частей, поэтому такой вот достаточно большой вес придется укреплять вам самим при помощи естественного штифта, потому что такое количество вот металла и просто вес самой модели, она не будет держаться, если вы этого не сделаете. То есть вот на груди еще такие вот как бы идут дополнительные щупальца. Модель чем-то напоминает отдаленно благомолы лично мне. Может быть из-за того, что вот такие своеобразные как бы коса идет, она тоже даже здесь видно, она состоит из нескольких частей, то есть верхней и нижней части. То есть она просто сопоставляется. И в принципе вот еще отдельная голова, которая вот таким вот образом достаточно хорошо и легко крепится. То есть тут может быть и достаточно того шва, штифта, который делается на самой модели уже сделан. То есть вот таким вот образом она крепится. Плюс еще небольшие вот такие дополнительные трубы, которые восстанавливаются как бы вот здесь вот на самой модели и придают ей еще большую объемность. Если вы видите, модель как бы даже вот взял ногу, она не стоит в одной плоскости, немножко развернута. То есть позиционирование и как модель сама представляется, очень красивая. Очень красиво сделана композиция всей модели. Руки крепятся достаточно просто. То есть сначала крепится одна рука. Опять же вы видите достаточно тонко, достаточно тонкое вот такое вот штифтовочное место. Вторая рука тоже закрепляется между ними. Вот кисти. Кисти идут вместе с самим древком. И теперь еще, если мы можем заметить, это в принципе очень стандартно для моделей Крикса. В принципе и то же самое есть у многих моделей Орд. Отдельно потом вы можете укрепить вот такие вот наплечники. То есть они сделаны для удобства съемными, чтобы если вы хотите, вы могли немножко позиционировать модель. Плюс таким образом ее естественно легче отливать. Но на руки следует особенно обратить внимание, потому что вы видите, здесь тонкое крепление, здесь достаточно тонкое крепление. И то же самое, как чтобы укрепить одновременно наплечник. И саму руку наплечники в общем-то теоретически не соприкасаются с самым телом, поэтому они держатся только на вот этом тонком участке. То есть модель очень похожа на сфиксуса, особенно эпическую версию, которая очень объемная и очень много креплений, которые идут дополнительно. Которые надо закрепить у мелких деталей, которые просто вставляются либо в базу, либо в сам торс модель. Что еще хочется отметить, допустим, если мы посмотрим на косу саму, опять же, очень хорошее качество детализации. Металл стандартный такой, как у всех в общем-то текущих моделей Pre-Tier Press. То есть он достаточно крепкий, он не слишком пластичный, но однако, вот допустим, как мы можем увидеть с косой, вам немножко придется ее поравнять и просто-напросто закрепить на модели. Из того, что можно сказать об этой модели и по игре, это надо будет ее, конечно, проверять. Но, как сама модель, если вы ценитель модели Крикс, коллекционируете их, или же вам просто нравятся достаточно вот такие вот немножко механические некроманты, то эта модель очень красивая. То есть, если еще заметить, вот обычно у Крикса здесь идет просто, допустим, такие светящиеся, как бы, прорехи в броне. Здесь же мы можем заметить, есть очень-очень мелкие такие, как черепа, которые внутри его тела. То есть, модель очень детализирована, она очень красивая будет, если ее хорошо собрать и красиво покрасить. И она действительно будет одной из лучших моделей для того, чтобы представлять вашу армию, если вы участвуете в каких-то конкурсах по покраске. Потому что, если судить о том, что говорят даже не державшие ее еще в руках художники и любители, эта модель будет очень часто присутствовать, по крайней мере, если не на поле битвы, то на конкурсах по покраске. А теперь мы можем после нескольких часов сборки уже увидеть целиком полностью собранную модель. Как мы видим, это действительно большая модель. Она очень объемная. Это очень хорошая модель и очень красивая. Из того, что были просто разложены детали, это очень сложно было сказать. И при сборке могу сказать только одно. Достаточно сложно укрепить ровно руку. И вот эта вот древка, которая идет, его надо немножко вот так вот провернуть, чтобы эта рука немножко стала так, как она изначально должна идти по ключевому этому суставу. То есть, чтобы правильно кисть ложилась, сопоставлялась. Это ничего страшного в этом нету. Металл очень хорошо и очень податливый, но небольшие вот такие вот повороты калибрасы приходится делать. Модель действительно очень красивая. Теперь вот после того, как ее полностью собрать, только тогда можно увидеть и насладиться тем, как действительно выглядит эта модель. То есть, вот, например, возьмем стандартный маленький буржек, Буканьер. Мы видим, насколько он больше. То есть, например, если говорить об оправданности цену, потому что Скаверус стоит практически столько же, а даже иногда больше, чем. Но большинство тяжелых буржеков, то, например, один из самых старых и распространенных буржеков, ну, как мы видим, несмотря на то, что подставка здесь средняя, а здесь большая подставка, визуально сама модель Скаверуса не намного меньше, если вообще можно сказать, что меньше, чем мул. Он, скорее, просто более массивный, но по своим размерам, даже если сверху сравнить, Скаверус такого же размера и высоты, как тяжелый буржек. То есть, при том, что мул вовсе не самый маленький из буржеков, которые существуют. В целом, я очень доволен этой моделью. Скорее всего, это будет модель первой в мою будущую армию. Похоже, что это следующая моя армия будет Крикс. Скаверус, если к нему присмотреться, он может полностью изменить ваше решение в выборе армии. Поэтому я всегда советую, не только смотрите, как модель выглядит в ПК, если на сайте, или же как даже они могут выглядеть на других фотографиях, в том числе даже в видеообзорах, как вот таком. Всегда пытайтесь смотреть все модели, не только эту, и все фирмы, смотреть их еще вживую, если есть такая возможность. Потому что только тогда вы действительно увидите масштаб и увидите, насколько эта модель вам нравится, или насколько она вам подходит. С вами был Кубц Полский. Поставайтесь с нами, смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал на YouTube.